Друзья, всем привет! Сегодня сделаем полезную самоделку из остатка фанеры. Я нашел вот такой обрезок 20-мм фанеры, на котором сначала наношу разметку. Выставляю 105 мм на рейсмусе и черчу линию. Затем выставляю 65 мм и провожу линию перпендикулярно той, что я сделал. Далее выпиливаю все сначала на ленточной пиле, а затем торцую заготовки на торцовке. Должно получиться два бруска 100 на 60 мм. На рейсмусе выставлял немного больше размер, чтобы был запас для выравнивания сторон. Далее на заготовках наношу разметки. Сначала с торцов провожу небольшие линии примерно под 45 градусов, как на видео. Затем со стороны первой разметки по двум углам с отступом 10 мм делаю разметку. Так на двух заготовках. Далее беру небольшую петлю и размечаю место под нее. Сначала размечаю центр, а затем ввожу петлю по контуру. И так на обеих заготовках. Теперь беру в руки молоток и стамеску и снимаю пару слоев с фанерок, чтобы утопить петлю. На ленточном делаю пропилы по разметке, которую нанес в начале. Если нет такого станка, то все то же самое можно сделать обычной ножовкой с узким полотном. Решил сделать небольшие скосы со стороны петли. Теперь сверлом форснера на 15 мм делаю небольшие углубления. Почти все готово. Намечу и просверлю отверстие под саморезы. Далее заклею малярным скотчем места под петли и места, которые высверлил сверлом форснера. Так как дело идет к покраске, а в этих местах она не нужна. Решил покрасить самоделку в красный цвет. Ну а после высыхания краски собираю самоделку. Отклеиваю ленту. Прикручиваю петлю. Беру вот такие мебельные магниты и вклеиваю их в отверстие. Не обязательно использовать мощные неодимовые магниты, так как они дороже, магнитят лучше. Но в этой самоделке особой силы и не нужно. Все, самоделка готова. Теперь беру лист наждачной бумаги и отрываю от него подходящий кусок. Вставляю сначала один край наждачки в разрез бруска. Затем в раскрытом положении второй край наждачки во второй разрез. И закрываю. И получился довольно удобный наждачный брусок. Выглядит интересно, делается несложно, работает эффективно. Можно пользоваться всеми четырьмя сторонами. Смена наждачки происходит легко. Для тех, кому проще прибить наждачку степлером к бруску, могу порекомендовать продолжить так делать дальше. Мне же захотелось сделать интересную, полезную, красивую и удобную приспособу. Буду теперь ею пользоваться. Думаю найдутся те люди, которым понравится такое приспособление. И если вы один из них, то ставьте лайк под этим видео и напишите комментарий. Что бы вы изменили в конструкции и как бы ее улучшили. Если это необходимо. Я же хочу выразить благодарность за просмотр. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем хорошего настроения и увидимся в следующем видео.